Итак, дорогие друзья, напоминаю, сегодня находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об истории тюркских языков, которые, как вы знаете, являются языками не только нашей родины, как говорится, но и языками многих других государств, которые находятся рядом с нашей страной. Мы знаем, например, империю гуннов, это тоже были тюрки. Мы знаем в наших летописных источниках про нашествие половцев, печенегов, мы знаем про борьбу Древней Руси с хазарами. Да, да, да. Все это тоже были тюрки. Да. И с ними периодически воевали, гораздо чаще находили какое-то взаимопонимание и жили в симбиозе. В принципе, вот этот симбиоз славянских и тюркских народов и положил начало вот этому российской государственности. Интересно как. В грамматике достаточно серьезно отличается порядок слов. Например, глагол, то есть слово, выражающее действие, всегда ставится в конце. Интересно, что во многих архаических языках, в том числе индоевропейских, например, в латинском, мы наблюдаем то же самое. Ну да. То есть если сейчас в большинстве европейских языков приемлемый порядок субъект, действие, объект, то в архаических языках чаще был субъект, объект, потом действие. Ух ты. То есть не я люблю тебя, а я тебя люблю. И вот в тюркских языках этот порядок и остался доминирующим. Слушай, ну может быть это говорит о ментальности того или иного народа, представляете? Надо дослушать до конца все, что тебе скажут, а только потом делать выводы. Конечно. Так есть целые теории, которые обосновывают превосходство того или иного языка его какими-то грамматическими особенностями. Империя Великих Моголов на минуточку охватывала всю Индию и, включая нынешний Пакистан и массу других территорий. Империю основали тюрки, которые пришли с территории, ну по сути нынешнего Казахстана. И они захватили все, Афганистан, Дели, основали вот эту огромную территорию. Моголы, потому что они себя считали потомками вот тех самых монголов, которые в свое время с Чингисханом завоевали половину мира. Когда они основали свою империю, языком элиты оставался тюркский язык. А параллельно с этим формировался язык армии. Так как армия включала в себя уже кроме тюрок массу других народов, армия это Орда. Ну да. И вот этот язык Орды постепенно стал называться Урду, который сейчас является государственным языком Пакистана и который уже далеко отошел от тюркского. Но тем не менее вот именно язык военной аристократии долгое время в империи великих моголов сохранялся именно тюркский. Ну естественно потом он был поглощен, ассимилирован с языками индийского происхождения. И интересно, что одним из основателей вот нынешнего языка хинти, ну и в Урду тоже, был некий Амир Хосрови. Человек, который, ну можно сказать так, по национальности хипчак, то есть казах. Или тюрок, то есть человек относящийся к тюркским народам, отец которого возглавлял императорскую гвардию, которая состояла исключительно из тюрок в течение нескольких столетий после того, как тюрки захватили вот эту огромную территорию Индии. Да? Сколько сейчас? Ну территориально носители тюркских языков занимают очень большую территорию, это практически большая часть Евразии. Количественно, это количество носителей тюркских языков сопоставимо с количеством носителей русского языка. То есть это где-то за 200 миллионов. Слушай, как все взаимосвязано, как все запущено, как все взаимопроникновенно. И говорят на них от Кипра до Колымы. Ничего себе, какое распространение. На огромном пространстве, да, Евразии. Давайте определимся, а что входит в эти языки, вот, языковая группа? Из ныне существующих, конечно, 40% из общего числа носителей тюркских языков, это носители турецкого языка. Это турки. На турецком языке, говорит, порядка 80 миллионов человек. Большая часть их, соответственно, живет в Турции, но и в других регионах тоже. Мы знаем, что есть такие большие диаспоры, общины и на Кипре, и в Болгарии исторически. А в последнее время появились многомиллионные общины в разных европейских странах, в первую очередь в Германии. В Германии носителей турецкого языка где-то 6-7 миллионов. Ничего себе, это большая цифра. Так, значит, это Турция. Дальше кто? Близко родственные языки по отношению к турецкому, это азербайджанский язык. На азербайджанском языке, помимо людей, населяющих Азербайджан и азербайджанцев как таковых, говорит огромное количество людей, живущих в так называемом Южном Азербайджане на территории Ирана. О-о-о! То есть, ну, достоверной статистики нет, но говорят, что в Иране на азербайджанском языке говорят больше людей, чем в самом Азербайджане. То есть, Турция, Азербайджан, это главные носители тюркских языков? Да. Из средних или центральных азиатских народов это туркмены, казахи, узбеки, киргизы, каракалпаки. Подождите, получается, это одна языковая группа? Это все одна, достаточно близко. То есть, все эти языки во многом взаимопонимаемы между ими носителями. Между их носителями. И затем не забудем языки по Волжье, российского по Волжье. Это такие языки, как татарский, башкирский, чувашский. Это некоторые языки Северного Кавказа, а именно Кумыкский, Ногайский, Балкарский, Карачаевский. Как интересно. Это крымско-татарский язык. И это некоторые языки народов Сибири. Якутский, Тувинский, Аказский, Алтайский. Да, 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 это все одна группа. Это все одна группа? Ничего себе. На западе Китая есть огромный район Синьцзян, который тоже тюркоязычный и населяют его уйгуры. Хорошо. Теперь давайте перейдем к истории. Откуда, скажем так, где прародина этого языка? Ну, этих языков, скажем так. Прародина. Ну, как все, что уходит в далекое туманное прошлое. Всегда есть какие-то версии и гипотезы, но большинство исследователей и какие-то фольклорные источники сходятся на том, что прародина тюркских народов – это Алтай. То есть от Алтая до Якутии, до Турции, по всей Центральной Азии и до территории нынешнего Китая эти народы распространялись достаточно долго. Потому что народы все эти первоначально были исключительно кочевой образ жизни, поэтому, освоив одомашнюю флошадь, они со страшной скоростью распространялись по Евразии несколькими волнами. Сингармонизм. Сингармонизм – это значит… Ну, только не пугайте нас этим. Я уже сам испугался, пожалел, что сказал. Короче говоря, что в каждом слове могут быть либо твердые звуки, либо мягкие. Это как это? То есть либо там Терек, либо Астана. Ну да. А, и это правило наблюдаем мы не только в тюркских, но и в финно-угорских языках, в том же венгерском, в том же финском. Скажем так, те отношения, которые в большинстве европейских языков выражаются с помощью предлогов, например, в Москве или из Москвы, под Москвой, в тюркских языках и в финно-угорских языках тоже выражаются окончаниями, то есть послелогами. О, как интересно. И это же мы наблюдаем во всех угрофинских языках, то есть это немножко другая логика восприятия. Поэтому такой известный миф, что в венгерском, финском, во всех тюркских языках огромное количество падежей – это миф, это просто то, что заменяет предлоги, которых у них зато нет. То есть в любом языке есть какая-то компенсация. Да, и в этом что-то есть. Хорошо, вернемся к тюркским языкам. И я все-таки для меня, ну, Дмитрий, я понимаю, что мы постоянно крутимся вокруг этого. Я не могу понять только одного. Ну, столько раз топтались по нашей, как говорится, Руси, да, и хазары, и тюрки, и все остальное. Почему все-таки этот язык не стал преобладающим в нашей стране? Он не стал преобладающим, но оставил, наследил очень внушительно. Причем не только в словах, связанных с какими-то там архаическими реалиями, но, например, в языках, связанных с государственным управлением, с финансами. Например, даже такие слова, как казна или таможня. Кто хотел сказать казна, да. Казна, таможня – это тоже тюркские слова. Которые разворовываются. Да, все, да, все от ордынских времен осталось. А возвращаясь к языкам турецкому, азербайджанскому, да, к тому же самому казахскому, а эти люди могут понимать друг друга? И вообще, насколько эти языки сопрягаются друг с другом? Ну, разумеется, какие-то между ними более взаимопонимаемые, чем другие, допустим, ну, насколько я знаю, турки и азербайджанцы вполне свободно друг друга понимают. При некоторой подготовке народы Центральной Азии вполне тоже могут понять друг друга. Немножко в стороне стоят народы по Волжье. Но, в принципе, по сути, в значительной части и словарные запасы, и грамматические структуры в этих языках совпадают. Тем более, что эти языки были связаны с народами, которые очень быстро распространялись. То есть, в историческом масштабе в течение нескольких столетий они вот от Алтая распространились на огромную территорию. Они основали Османскую империю. И более того, когда турецкий султан захватил Константинополь, а Константинополь, Византийскую империю, это мы называем Византийской, они себя считали продолжением Римской империи. Он вполне ничтоже, сумнявшийся, принял на себя титул римского кесаря. Молодцы. Заодно. И это правильно, и это хорошо. Вы знаете, я все время думаю об одной вещи. Вот, например, да, ведь в Турции... Вообще, какая у них письменность? Вот начнем с этого. Самая древняя форма тюркской письменности была руническая. Очертаниями она напоминала руны скандинавских, древних скандинавских языков. Слушай, мне это все уже перепуталось. Это абсолютно автохтонное. Это то, что было изобретено где-то в регионе Енисея. И распространялось достаточно на широкой территории. И существовало вплоть до того времени, когда ислам победил все местные верования. А до ислама у тюрков были свои религии. Например, тенгрианство, поклонение синему небу. И, кстати, некоторые формы вот такой национальных тюркских религий сохранились до сих пор у нас в Якутии, на Алтае, в Хакасии, в Туве. Тюрки основали целый ряд огромных империй. Вот за обозримый исторический период. Помимо Османской империи, в которой турецкий язык стал доминировать. И, ну, как говорят, отуречены были масса народов, которые ранее населяли Малую Азию. Потому что в Малой Азии, то есть там, где сейчас Турция, жили и греки, и армяне, и много других народов. Турецкий стал доминировать. Турецкий распространился на часть тех европейских стран, в частности, на Балканах, которые были подчинены Османской империи. Болгарии, на территории стран Югославии. Еще более интересный пример – это империя Великих Моголов. Дмитрий, ну и чтобы закончить пока сегодня-сегодня историю тюркских языков, мы говорим всегда, что есть два направления. Это религии, которые продвигают языки, и второе – это, безусловно, поэты и писатели, которые тоже продвигают языки. А скажем так, кто были те столпы тюркского языка? Ну, мы знаем такие имена, как Алишер Наваи. Причем язык, который был как бы общим для тюркоязычных народов в Средние века, потому что мы говорим именно про Средние века, назывался тюрки. То есть тогда еще не было узбекского, казахского, туркменского и так далее. Это был такой общий тюркский язык, на котором писали те люди, которые на нем писали. И последний вопрос. Скажите, все-таки я понимаю, что, видимо, кони были самой главной движущей силой тюркского языка. А почему все-таки вот в горных районах закрепились другие языки в большей степени? Хотя, конечно, безусловно, там есть и области в Турции. Именно потому, что кони туда не проходили. Вот оно в чем дело. То есть именно из-за коней, как говорится, и некоторые наши народы… Степные цивилизации, они распространялись, прежде всего, по степным просторам. Дмитрий, скажите, когда будет написан учебник? Вот на самом деле я бы с удовольствием прочитал его. Учебник «История», который был основан бы на языках. Мне кажется, это гораздо интереснее. И самое главное, мне кажется, этот учебник был гораздо честнее бы, чем даже тот же Плаутарх, Нестор и все остальные. Я думаю, да, потому что он был бы абсолютно аполитичный. Да. И максимально основывался бы на фактах, потому что более реального, более фактического факта, чем язык, трудно придумать.